Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, всё как всегда. И как ты понял по названию паприи-ролика, сегодня мы посмотрим на новую работу на Смотра Рейдж. Частный извоз, то есть такси на своём авто. И я думаю, что это самая прибыльная работа в данном сервере. Ну, пока что. Поэтому мы посмотрим в этом ролике, как это всё происходит и стоит ли покупать вот эту лицензию и работать на такси. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Братик, братик, ты про промокод-то не забывай. Вводи его при регистрации Эван большими буквами и получай 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, ребята, два дня назад на Смотре вышло новое обновление 2.1, где добавили частный извоз. Наконец-то, наконец-то добавили. Где игроки теперь смогут таксовать на своём личном транспорте. Но не всё так просто, ведь если в МТА ты просто приходил в такси, устраивался и катался, то здесь тебе нужно прикупить сначала своё ООО или ИП, да? Короче, физический или не... Или счёт, короче, тебе свой надо. Счёт предпринимателя, вот, F6. Когда ты покупаешь панели, не помню, сколько она там стоит, 2,5 или 3 или 5 лямов, ты открываешь всякие сферы деятельности. Значит, вторая сфера деятельности — это частный извоз. Для того, чтобы открыть это, нам нужно заплатить 4 миллиона рублей. А их надо поставить на банк. А почему это, только я сейчас узнал. Всё, что за месяц бисаков накопил, сейчас всё в частный извоз просто. Пополнить. Всё. И теперь главный раздел — разблокировать сферу. Да, разблокировать. Вы открыли частный извоз за 4 миллиона. Также очень сильно хотел поблагодарить Александра из комментариев, который написал, что Эван, ты спецэффекты в настройках скрути, и у тебя засветов не будет, поэтому у кого есть засветы, заходим в спецэффекты и скручивайте их нафиг, и тогда у вас засветов не будет. Так, и зашёл чейнжлог, чтобы ничего не пропустить. Значит, у нас на выбор есть 4 тарифа. Это эконом, комфорт, бизнес и премьер. Эти тарифы зависят от твоего транспортного средства. То есть, на Жигулях ты не будешь в премьере, иначе Ронни в экономе тоже. Поработать? Ага. Выберите свой тариф. Большой спрос на эконом, комфорт, да? Низкий премьер, вообще очень низко. Да, бля, и разницы-то в деньгах-то почти нет. Вы не на линии, ваш рейтинг 5. Заказы за сегодня? Да хоть сегодня, но это то, что я закинул, да? Ну, кстати, вот это уже выглядит, как будто можно работать. Погнали на линию, я могу и в бизнесе, и в премьере. Погнали в премьер, хули нам. Частный завод активирует, ждите новых заказов. Следите за заказами в панели F6. Погнали. Мы ищем для вас подходящий заказ, пожалуйста, ожидайте. Ваш рейтинг напрямую влияет на скорость нахождения новых заказов. Опа, горячий заказ. На 97 тысяч, нихуя, 10 минут. Тут маршрут уже у вас на игровом радаре, точка назначена, т.д. Пожелание клиента, присоединить или не безопасность, и попадаться на камеры контроля. У вас есть активный заказ, все. Так, а где спидометр? А, может это в этом и прикол, чтобы не попадаться на камеры? Опа, останавливаемся, садись. Уважаем, дядька. Сначала кое-куда заедем, ага. А, и времени нет, или у меня просто худак пропал, и я такой, ммм, охуенно придумали. Оп. Что, тебе на кладбище просто отвезти? Отведите клиента на точку газа. Ага. Или 10 минут я его должен катать туда-сюда. Все? А-а-а, стой. То есть я ездил 2 минуты, чистил доход 16, дало 2. То есть смысла быстро ездить вообще нет, как на дальнобойчика. Просто сидеть, ждать, и капать за это будет деньги. Ладно. Не все так прикольно, как казалось. Да, я просто ищу пацана с МТа, типа взял заказ, взял там, отвез туда. Получил деньги, и все. Примерное расстояние 13 километров. Расчетное время в пути 10 минут. Возможный доход 97 тысяч. Окей. Бля, я же должен был с автомобиля выйти. Простерегните. О, вот это нормально. 14. Блядь, я худохни вру. Блядь. Вот если я его подберу, время обновиться или нет? Бабушка, давай быстрее, ты на Чароне ездишь. Еще на именных номерах я напишу. За 5000 рублей. Почему здесь асфальт не положили, я не понял. Ничего не знали, что будут здесь пацаны на суперкарах таксовать. Такую точку мне привезли, если честно, впервые здесь. Вот кто-то на X6M, но я буду, как он, я буду просто стоять. И сколько там? 6 минут. Я еще минут 5 постою. Хотя мне кажется, здесь как на дальнобойчиках. Просто на последней секунде можешь сдать, да и все. Ожидание. Такая сложная штука. А есть смысл работать вообще на дешевых автомобилях? Вот он, часов 0 минут. Высаживаем клиентика. И 97000 на базу! 75! А почему 75? Не понял, бляд. Вы на линии в частном извозе. Мы ищем для вас удобный париан, блядь. А, да, я делю. О, 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 о! Возможно, доходим. 97000. Схуяли. Я очень тороплюсь. Быстрее включите радио, пристегните ремни безопасности. Нихуя. Это 100% баба, пацаны. Отвечаю. Радио. Смотрите, какой чирик охуенный, да? У меня же пиже. Согласен. Номерки. Хуя. Да. То есть, хотите сказать, если заказ выпадает на 10 минут, то это еще чил, капец, да? Баба? Это баба, ха! Ой, извините. Слишком... Это баба. Так, что она там хотела? Быстро, музыку ей врубил. Три минуты. Шесть километров, ебать. Подожди, надо наваливать. Девушка, походу, уехала в лес по грибы, блядь. Я его приспичило посрать. Я вызвала такси. Начали не объяснить, какой просто смысл такой спешки, блядь. Главное, чтобы она не обосралась вот такой скоростью в машине, потому что машинка валит. М-м-м. Че, на зас? Ла, блядь. А-ха-ха! Вы... Вы слышали? Пока я за рулем сидеть тихо. Поняла, ты. Две ноги, две дырки. Я буду, пацаны, очень вежливо сегодня шутить, потому что мне написали, что меня смотрят дети. Я не могу материться, не могу говорить, что Деда Ду Мороза не существует. Поговорочка по Фрейду. Нормальный контентик завяжу, да? Блядь, какие охуенные дома здесь. Ну, малая, ну минуту постоим, нормально же. Как у тебя дела? Давай, минуточку можно постоять. А здесь пишет? О, что надо? Ни хера не пишет, понял? Одна минута? Ну, это достаточно сложно было, если честно. Это не 10 минут ехать за город. На выход. Да, и реально она домой пописала. Так, давайте сначала заказ не будем брать вот сейчас. Надеюсь, мне же штраф никакой не прилетит. Давайте поедем быстро в казино прокрутим рулеточку. Но все равно прогрузка еще дикая. Что они там не оптимизировали? Но мне кажется, вот зимний мод, вот это все, ну, жирает прям нормально. Ну, либо у меня просто ПК говно, типа два варианта. Ну, скорее всего, первый. Я же не могу обосрать свой ПК. 5 минут, я не хочу. Ваш рейтинг 5. Отклонись. 4,9, заебись. 126 тысяч заработали за такое короткое время. Вот так, пацаны, и в жизни, и в людях. Делаешь им добро, отвез 3 девушки, да? Ну, 2 девушки, 2 мужика. Отвез, все хорошо было, никто не запомнил. Только один заказ отказал, и все, и сразу, сразу упрекают. Сколько ты бы добра не делал, люди запомнят только самое плохое, что ты сделал. Ну, как говорил Джейсон Стэтхам, не делай людям добро, и они его не получат. Или как он там говорил. Если глаза закрыты, то становится темно. Работа это не волк, работа ворк, а волк это ходить. Если в школе есть уроки труда, значит их должны быть уроки отдыха. На топовых заказах поездили. Я думаю, пора пересесть как бы и на экономчик. То есть тридцать девятка, только эконом. Значит, у нас спрос очень большой, требовательность высокая, коэффициент отказа от поездки высокий. То есть он может просто отказаться в любой момент. Экстра точки на маршруте редко. Цена минуты 8100. Ну, погнали. Посмотрим, насколько прям быстро это все происходит. Ох, ебать. Заказик. 10 минут на 81 тысячу. Перенимаем. А почему там 10 минут, а здесь уже 5? 4, блядь. А, кстати, почему я не записал и не выпустил видос вчера? Потому что... Вчера на позавчера было маленькое обновление Hotfix. И сегодня был маленький Hotfix. Поэтому я ожидал, что будет очень много багов. И я сразу не записывал. Чтобы не бомбил и не перезаписывал видос. То есть за 4 минуты мне нужно отъехать в Paletta Bay. За 4 минуты. В Paletta Bay. На Е39. Просит подрифтить. Включите радио. А вот так, если с налевой громкостью? Братик, подрифтим, когда приедем. 3 минуты. Если бы еще за эти приколы доплачивали. Было бы еще прикольнее. Вот так-то я вообще бизнесмен. У меня есть 4 бизнеса. Работаю здесь ради удовольствия. Не верите? Да, мне что? Обманывать вас буду? Думаете, я вас обманываю? Я вам реально говорю. У меня свой ювелирный магазин. У меня все свои люди работают во всех структурах в штате. У меня есть везде связи. В смысле балабол? Я тебя сейчас высажу. Я тебе бля буду. Зуб даю. Клянусь. Вот. У меня есть домик на Вайнваде. Он меня уже не слушает. Я понял. Я вам говорю, как и все реальные таксисты. Они думают, что вас обманывают, что ли? А если ставить штраф, да? Он же сразу выйдет. На ходу прям. Дверь откроет и покатился. Может, музычку? Да? Окей. Придет разворошит. И вместе согрешит. С той девочкой, что так. Давно. Любил. Он же подривстись хотел, да? Блядь. Блядь, похуй. Я выполнил? 28 тысяч. Рейтинг 4,8? Это с какого-то хера? У меня было 4,9. Короче, так не договорил. В комфорт кейс добавить тачку из такси. Из первого такси. Это же легендарный фильм. Все его любят. Все его 100% смотрели. Добавить в кейс эту тачку. И на этой тачке можно работать на всех типах заказа. И она там бы ехала бы, типа, 280, да? Это было бы очень интересно. По крайней мере, я бы открыл кейсик, типа. Почему админы до этого не так думались? Наверное, потому что у них нет такого гениального продукт-менеджера, как бы, да? Как бы... Снимаешь шляпу, типа я... Бульвар по лето. Погнали. Четыре минуты. Это они издеваются. Мне нравится, что на Бугасе мне надают ехать 10 минут. А на БМВ мне дают 4. Девушка, что опять? Ух, еба. Пристегните ремень. Не попадай в ДТП. Вот это самое сложное для меня, если честно. Пассажир просит вас подрифтить. Выключите. Выключите. А если я просто буду сейчас стоять, и у меня кто-то влетит? Как радио выключу. Подожди, я уже сам запутался. Подожди, как я радио выключил? А, вот на кью. Икрух 5200 часов. Подрифтить. Как я тебя подрифтю? 11 километров. Не, мадам, нет. А, то есть хотите сказать... Блядь, я даже 100 метров не проехал. То есть хотите сказать, если я не выполняю что-то из этого, то мой рейтинг падает? М-м-м. Прекрасно выглядите. Красивые глаза. Ну да, может на кофе, а потом ко мне. Или сразу ко мне. Варик за 20 секунд доехать до места. Нема там спецэффекты. Ну крутые парни не оборачиваются как бы на взрыв. Че, прям на трассе? Липа трассы. Это, наверное, на трассе надо, да? Липа. А, пот. Идеально. Давай. Давай. Или это уже типа не успел? Или успел? А с какого хера у меня рейтинг уменьшал? Оценка 3. А что, в школе нахер? Я отличник. Я закончил университет с красным дипломом. Какой 3, блядь? Не буду я работать на тебя. Отклонись, заказ. 4 и 6. Там мне уже похер, знаешь. Ребят, я знаю, как завоевывать сердца. Просто вот так. И тебе точно оценку никто ниже 5 не поставит. А 63 тысяча я заработал. За 9 минут, кстати, неплохо. Во, бизнес или комфорт? Давай в бизнес. Хули нам в комфорте делать. 54 тысячи. Погнали. 6 минут. А вот это уже засчитается или нет? Как тебе, малышка? Заметили, это женщины какие-то вот эти ульки манты ставят. Я не могу. Ну давай, попробуем. 4 километра за 4 минуты. Ну, в принципе, можно попытаться. Типа. Нет! Так. Пока что нормально. Пока что живем. Что, я пакую в контейнер? Я это? И биток США, да? Я так и понял. Ждем. Главное, чтобы у нас никто не врезался. В принципе, все мы сделали правильно. Но не должны нам бонизить рейтинг. Но это бред будет. Малышка, у меня еще есть 3 минуты. Как она повернулась? Да, 3 минуты? Да, 3 минуты. Что, я перелажу к тебе, да? Такие большие черные тонированные машины в Англии. Так, где-то с закололком. Да, да, да. Это я тебе, да? Да, в принципе, управлюсь. Надо, чтобы ты не потекла. Эх. Потому что жидкое на борт корабля не берут. Не, Айван, у тебя, конечно, все плохо с шутками. Так, 0 минут. Барышня наша довольная. Куда на крышу? Ты шо? 4,7. Во, я говорю, оценка 5. Я говорю, пацан, гелик. Это гелик. Гелик. Ребята, гелик. 6 букв. Ге-ли-кут. 6 букв. Почему, когда я что-то хочу загнать, принять заказ? Почему, когда я хочу что-то сказать, сразу мне обрывает мою мысль с заказом своим, блин? На экономе ездить, это, ну, это было. Ну, да, может, из-за того, что вы просто будете ездить вам на доезда. А так, хотя бы какие-то есть челленджи, типа, не врезаться, не дрифти или по дрифти. Вот. Но лучше всего это на люксе и на премьере. 2 минуты? А сколько? Не 10 километров. 8. 3. Ошибись. 3 километра за 2 минуты. А вам что? 5 оценка. Ребята, я говорю, гелик. Они же могли сделать, что только женщины привередливые такие. О, вот здесь прям очень часто. Это мне нравится. Если они реально так сделали, что много вот этих пунктов, и это только бабы, то это улгар, конечно. Вот смотрите, я очень тороплюсь. Это либо бабушка, вот такая, да? Милфа, короче. Ну, ладно, Милфа, это не бабушка, это про Грэнд бабушка, да? Грэнд Милфа, вот. Это мужик. Нет, это... Это Светлана опять. Светлане очень понравился могилик, походу. Светлана. У меня есть девушка. Я очень тороплюсь. Ладно, выходи, мама. Не буду я тебя задерживать. Уйти с линии. За 8 минут я заработал 62 тысячи. Но я хочу все-таки, пацаны. Я хочу. Аллафан. Давайте, давайте, Чирон, обратно. 67 тысяч. Погнали. Давай. Садись. О. А я тебя знаю. Вот это я понимаю заказы. Просто на Чироне, по городу, 410 кемаче. Тебе ехать 3 километра, и тебе дают 7 минут. Вот это по-нашему, реально. Только почему он хочет на взлетку? Как говорится, слово клиента нихуя не значит. Ладно. На примере работать, это идеально. Мужик, что ты думаешь? Четверочку, может? Или пятерочку? Думаю, пятерочку. Пятерочку. Ну, я сразу вижу, типа, человек в здравом уме. Не хотел со мной спорить, как бы. И не надо, как-то. Как бы, как говорится. Ну, что, я думаю, еще один заказик-то можно отвезти, какую-то девушку, да? Как бы, к себе домой. Да и, в принципе, можно заканчивать этот ролик. Опа, 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 опа. 38 тысяч за 4 минуты. А тогда почему у меня сначала все заказы по 10 минут были? О, реально бабушку отвезем. Ну, бабушку это грех не отвезти. Только 3 минуты. Бабушка хочет второй инсульт со мной, да? А, бабушка вот сюда. Бабушка на завод, понял. Ну, бабушка еще 2 минутки посидит в машине и выйдет. Пятерочку. Бля, бабушка никогда не подведет, знаете, типа. Бабушки, это лав. Это сердечко прям. А это что за кончита крашена? Сейчас чел, думаю, в комментах. Сам ты кончита пошел. Ну, что, за 9 минут я заработал 75 тысяч. Если так сравнивать, да, я только что 3 раза по 10 минут работал. Только на экономе заработал 50. На бизнесе или на каком-то 60. А на этом 70. Ну, что, ребят. А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос получился. Я надеюсь, я немножко тебе поднял настроение. Он тебе понравился. И напиши в комментариях, как у тебя новая работа. Как ты думаешь, пофиксят ли зарплату еще раз. Может, еще встретимся в этом году. Я буду сильно в это верить, что я сберусь с силами и запишу какой-то новый видос. Вот. Поэтому поддержи, пожалуйста, в комментариях и лайком. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть их первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. С Новым Годом. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok